Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо председателям этой конференции за то, что вы дали возможность выступить. Сегодня я хотела с вами обсудить вопрос, когда же и кому назначать пероральные цитостатики, и кому и когда вводить внутривенные цитостатики. Так, сейчас, секундочку тоже. Вспомним основные принципы подхода к лечению наших пациентов. Не будем останавливаться на профилактическом лечении. Там, конечно, громко сказано, достижение излечения заболевания, на самом деле продление максимальной жизни пациента и безрецидивного течения заболевания. Наша с вами задача сегодня рассмотреть палеотивное лечение пациентов. И здесь каждый раз, когда мы назначаем ту или иную химиотерапию для нашего пациента, мне, как кажется, правильнее ставить в углову угла все-таки улучшение качества жизни пациента на сегодняшний день. Цель терапии – улучшение качества жизни за счет именно управляемой токсичности и лучшей переносимости препаратов. За счет контроля симптомов над болезнью и увлечения интервалов между обострением. На сегодняшний день по некоторым публикациям можно понять, что метастатическое заболевание молочной железы переводится в разряд хронических заболеваний, которые имеют свои периоды обострения и свои периоды ремиссии. И наша с вами задача – как можно дольше удержать пациента в периоде ремиссии, при этом сохраняя его хорошее качество жизни. Качество жизни для наших пациентов, особенно для метастатических форм молочной железы, стоит на самом деле на первом месте, потому что многие пациенты до сих пор стараются продолжать работать, продолжают находиться в своей семье, как можно дольше сохраняя свою социальную позицию, свою социальную активность. В одном из исследований в зарубежных было показано, что 9 из 10 пациентов предпочитают всё-таки пероральные формы препаратов, связывая это, как ни странно, с меньшей частотой госпитализации в стационар. Для многих, кстати, пациентов каждая госпитализация в стационар является таким психологическим достаточно стрессом. И назвали пероральную форму препарата как более комфортную и удобную для их продолжения жизни. Именно качество жизни. Также пероральная форма препарата повышает психологическое здоровье, скажем, пациента, психологический их настрой, улучшение восприятия своего тела, улучшение, ну, изменение отношения к своему заболеванию. То есть принимая постоянно, как-то, скажем, вне стен стационара и продолжая работать и активно участвовать в каких-то мероприятиях, у них есть, формируется какая-то перспектива на будущее, что также составляет хороший психологический статус для пациентов и улучшает работу нашу с вами вместе психологически с пациентом. С точки зрения медицинских учреждений, фармакоэкономически показано было, что в 4 раза уменьшает за трудозатраты медицинского персонала именно назначение пероральных препаратов, в отличие от того, когда мы вводим с вами внутривенную, именно на общение с пациентом. Было показано в одном из исследований, что венерильбин в внутривенной форме стна и венерильбин в пероральной форме им обладают одинаковой эффективностью в лечении. Поэтому применение венерильбина в пероральной форме достаточно небольшое количество капсул на прием и простой режим дозирования, как препарат выбора для наших с вами пациентов. Это вам тоже все известно. Когда же можно назначать венерильбин пероральный? Конечно, до примедленно прогрессирующих формах рака молочной железы венерильбин возможно применять в монотерапии. Расположение метастазов кости, мягкие ткани, когда они единичные, хистрогенпозитивные опухоли. Было доказано, что в исследовании второй фазы, что венерильбин в капсулах достигал эффекта общего клинического эффекта в 55% случаев. И клинический эффект сохранялся в течение более 10 месяцев. Выживаемость без прогрессирования в этих пациентах составила при применении перорального венерильбина более 8 месяцев. И пациенты смогли переносить, возможно, большую дозу до 80 мг на метр квадратный. Также венерильбин в капсулах возможен при применении агрессивного рака молочной железы. Это с множественными висцеральными поражениями при безрецидивный период меньше 2 лет. И эстрогенпрокестерон отрицательный. В исследовании было показано, что комбинация навильбина с капицитабином сопоставима по своей эффективности с комбинацией на основе токсанов. И также на основе токсанов и гемцитабина. Сопоставимая контроль заболевания, общая выживаемость и медиана общей выживаемости точно так же у них сопоставима вполне. Однако профиль токсичности у навильбина капсульного и профиль токсичности доцитоксула значительно отличается. Пациенты значительно легче переносили навильбин в капсулах и тем самым у них повышалось качество жизни, скажем. Однако надо отметить, что последовательное назначение навильбина и затем капицитабина не показало своего преимущества. Наоборот, показало очень низкие результаты, всего 37%. Поэтому при агрессивных формах метастатического рака молочной железы все-таки оправдана более комбинация нескольких препаратов. При херопозитивных заболеваниях молочной железы возможно назначение венрельбина совместно с таргетной терапией. И венрельбин занимает свое место в таргетной терапии, в комбинации наравне с другими же так же токсанами и другими препаратами класса. Показал свою эффективность в течение 38 месяцев медианной выживаемости и также контроль заболевания до 75%. Это основные и заключительные слова. То есть получается, что действительно, мы можем, раз мы сможем с вами рассматривать, при метастатическом раке молочной железы, применение капицитабина, венрельбина, именно в капсулу, для того, чтобы наши пациенты чувствовали себя лучше, комфортнее и больше находились, скажем, с семьей, со своими близкими. Также сейчас проходит исследование венрельбина в качестве метрономного режима химиотерапии. Есть и публикуются исследования. Вполне это перспективно. Я думаю, что за этим тоже стоит будущее химиотерапии именно метрономного режима. И в конце своего выступления хотела рассказать тоже клинические случаи. Пациентка 1953 года рождения в клинику обратилась в феврале 2017 года с жалобами на слабость, снижение массы тела, боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, достаток в шейно-надклещичных и подмышечных лимфоузлах с ЭКОКОМ-2. Основной диагноз – оккультный рак молочной железы ТХН3М1 с множественным поражением костей, мягкие ткани передней грудной клетки, печени, желудка и канцерматозом брюшины. Осложнение диагноза основного – это хронический болевой синдром второй степени, анемии второй степени и асцит. Морфологическая картина – эстроген-рецепторы 6 баллов, прогестерон 0, HER2-NEO2+, однако амплификации не было выявлено. Пациентке в первой линии было лекарственного лечения назначено гормонотерапией аромазина, которую она получала в течение 3 месяцев, на фоне которого отмечалось некоторое улучшение состояния пациентки с ЭКОК-2 до ЭКОК-1, однако через 3 месяца при контрольном оследовании было выявлено прогрессирование заболевания. И с мая месяца по сентябрь 2017 года пациентка получила 7 циклов химиотерапии в режиме антрациклины-токсаны. С общим эффектом прогрессирования, однако после 3 циклов наблюдалось улучшение состояния пациентки, также волнообразно, скажем, и на значительное улучшение она опять вышла на работу. Однако к концу 7 цикла резко прогрессирование заболевания, появление новых очагов в печени, в мягких тканях, в передней грудной стенке. И с октября 2017 года по апрель 2018 года в течение 7 месяцев пациентке была назначена химиотерапия вельбином в капсуле в стандартной дозировке. Надо отметить, что уже после первого месяца приема у пациентки с ЭКОК-3, у нее возвратился ЭКОК-1, она себя стала чувствовать тоже значительно лучше, вернулась к работе, вернулась в семью. По клиническим обследованиям было выявлено уменьшение поражения брюшины, уменьшение количества асцита. Надо сказать, что у нее был рецидивирующий асцит, который, конечно, значительно ухудшал ее качество жизни. И на фоне венорельбина уменьшилось количество асцита до минимального, то, что ее улучшило тоже качество жизни. Однако просто лавинообразно после седьмого месяца приема венорельбина пациентка запрогрессировала. Появились новые метастазы в шиноноключечных лимфоузлах, увеличиваются метастазы в печени, и последующие еще попытки двух линий химиотерапии не увенчались успехом. Но, к сожалению, пациентка умерла. Однако вот по КТ хотела показать, что перед началом лечения в сентябре месяце выраженнейший асцит, и на фоне лечения венорельбином у пациентки полностью был регресс асцита. Таким образом, еще раз подведу итог своего выступления, что пероральные формы препаратов имеют место быть в нашей с вами практике. Не нужно забывать о качестве жизни пациентов, в которой именно пероральный прием препаратов возможен улучшить их и увеличить их общее состояние. Благодарю за внимание. Спасибо большое за доклад. Марина Владимировна, буквально один вопрос. Все-таки, где вы видите место применения перорального венорельбина в клинической практике, если это касается больных метастатическим раком молочной железы? Вы можете так вот 1, 2, 3 сказать, как вот с вашей точки зрения? Да. Ну, Татьяна Юрьевна, на самом деле, с учетом равнозначной эффективности препарата, я рекомендую пациентам, которые все-таки еще выходят на работу, которые социально активны, для них удобен этот вариант лечения. То есть они, принимая препарат дома, продолжают свою активную жизнь. Это первый момент. Второй момент, наверное, все-таки часть пациентам, которые уже в другой стадии продвинуты, ну, по общему состоянию своему, им трудно приезжать на госпитализацию. Да, я относительно своего дневного стационара имею в виду. Невозможно по каким-то там причинам часто посещать. Да, пожалуйста, можно тоже в амбулаторном режиме спокойно и приезжать на обследование, на осмотры, там, допустим, раз в месяц, раз в полтора месяца. То есть с этим категорием пациента. Ну, в основном так, в зависимости от клинического альфа. Все это очень индивидуально, конечно. Но вот основное все-таки это вот работающим пациенткам. Спасибо большое. Еще раз поблагодарим. Спасибо.